Продолжение следует... И это наша партия, да? Правильно, это наша партия. Мы слышали вас по телевидению. У вас программа, на мой взгляд, нормальная. А сейчас дело за нами, да? Кто как? Программа. Пожалуйста. Нет, братья и люди свободны, каждый голосует как хочет. Мы просто... Спасибо, что вы нашли время встретиться с нами рано утром. Просто хотим очень коротко рассказать, кто мы такие, за что мы выступаем. Меня зовут Дмитрий Чебушенко, я кандидат нашей партии Рената Усатова на постпрезидента. Выборы уже остались там три дня, после... Через два дня, в воскресенье, у нас выборы. Мы на последней стометровке. Вы знаете, что Рената Георгиевич, он не может баллотироваться в президенты. Его сняли с выборов два года назад, с парламентских выборов, партию Усатова. В 15-м году он избранный мэром, примаром города Альбейцы. Это вы все знаете. С первого тура 70% получил. В этом году он мог бы баллотироваться тоже в президенты, но они так поменяли конституцию, что забыли... Не забыли, а специально оставили вот этот возраст, 40 лет. Ему 38 будет в ноябре. То есть он может он уйти в президенты. Хотя у него были все шансы выиграть. Наша партия предложила мне, я в дни профессиональной политики, я 30 лет работал журналистом, был редактором многих газет. И в своих газетах я всегда критиковал такую власть, и тихо мы сейчас, и это власть. Наша позиция общая с нашей партией, с Ренатом Усатом, она в том, что эту власть нужно менять. И мы предлагаем, это был очень простой путь, взяли на себя обязательство подписать указ президента номер один о распуске парламента и его назначении досрочных выборов. Когда это будет сделано, в течение 90 дней должны быть проведены выборы, эта власть поменяется, придут другие люди. Мы уверены, что таких вот беспредельщиков, таких воров, как эти, точно не будет их разгонят. Придут более, а просто рядочные, компетентные люди. Патриотический настрой. У нас есть такие люди, хотя многие уже во всем разуверились, у нас можно найти там 50 депутатов, 50 человек, которые в разных учреждениях наведут порядок. Такой наш план сейчас, вы знаете, что большие пертурбации происходят. Вчера Мариан Луку снялся с выборов в пользу Майя Санжи. Хотя Майя Санжи говорит, что ей это не нужно. Такая поддержка, что со стороны этих бандитов, нам не нужна поддержка бандитов. Ну, идут фактически, осталось три основных кандидата. Это Игорь Додон, Майя Санду и кандидат нашей партии, то есть я. В чем наше отличие от двух других? Они хотят по-серьезному. Вот и Додон, и Майя Санду. Они говорят, что мы придем на 4 года, будем что-то делать, будем наладить порядок. Додона там на 100 дни программы, на 200, на 4 года, там экономическая программа. Ну, запланировал уже визиты там в разные страны. То есть они по-серьезному так в эту систему хотят встроиться. Мы говорим, что в эту систему встраиваться не нужно, эту систему нужно сломать. И мы предлагаем вот этот способ с помощью указа номер один о распуске парламента. Потому что система захвачена, все иностранцы, западники говорят, но мы это все тоже знаем, захвачена Плаходняком, он все контролирует, контролирует этот парламент, правительство, которое незаконно назначено. Парламент тоже незаконный. Суды контролируют, прокуратуру, полицию. Развернувшись репрессии против Кусатова, он не может даже вернуться в Вицию, потому что он объявил международный розыск, а здесь его должны арестовать. Все это сфабриковано, все незаконно. То есть Плаходнюк, ну Сатый говорил, что он свидетелем проходит в Румынии, там в других государствах, в Англии, по делу, по которому Плаходнюк обвиняется в создании международной преступной группировки, в том числе киллера. Плаходнюк, чтобы сохранить себя, как-то не оказаться в тюрьме, он все это переворачивает с ног на голову против самого Усатого. Ну это все сфабриковано, против него вообще было 20 дел. На него сфабриковали, по самым таким абсурдным поводам. Когда эта власть уйдет, все это будет быстро закрыто, и все это встанет на свои места. А пока что, я говорю, мы за то, чтобы одним ударом, одним указом эту власть поменять. То есть мы не приходим на 8 лет, чтобы как-то там бороться с Плаходняком, потому что все равно любой президент будет его заложником. Вот как был Тимофти, который 4 года сидел там в лесу и молчал, так любой-любой президент, который в эту систему захочет построиться, он будет Тимофти номер 2. Он не сможет ничего поменять, Плаходнюк будет его дальше давить. То есть мы, я повторяю, эту систему хотим просто сломать, не менять, там ее как-то изнутри не пристраиваться там, сломать, провести досрочные выборы новые и уже с чистого листа делать что-то для Молдовы. Другая новая власть. Такая история очень коротко. У нас есть позиции по самым разным темам, по отношениям с Россией, по отношениям с Европой. У нас есть позиции по экономике, как развивать экономику, но все это надо делать дальше. Если мы не сделаем этот первый шаг, не уберем эту власть, то ничего не изменится. Все это останется. Никакого будущего с Плаходняком в Молдову нет. И он так и будет добивать Молдову, добивать наш народ. И перспектив с выходником в Молдову нет. Надо убрать эту власть сначала, а потом постепенно наводить порядок, поднимать экономику и уровень жизни людей. И понятно, что надо делать. Чтобы была работа, чтобы был порядок, чтобы меньше ворвали, чтобы не брали долги. Сейчас они хотят взять с новых долг валютного фонда 180 миллионов долларов. Валютный фонд требует повысить тарифы. Вот этот миллиард, который они украли, перевести в государственный долг, он уже переведен. Повысить пенсионный возраст, вернуть жудецы, сократить бюджетные расходы. То есть такие условия, которые неприемлемы. На таких условиях не надо брать долги новые. При том, что это долги, их надо возвращать, и они их все равно разворолят. Вот как в апусте месяце, наверное, помните, как они так хвастались, что получили 60 миллионов евро от правительства Румынии. Такая была шумит, и вот Румыния нам помогает, и что кто-то почувствовал, что стало здесь наше лучшее. То есть они, как наркоманы, вот живут на этих внешних займах, сколько еще протянут, а потом, когда все разворуют, просто уедут отсюда и просят нас. Вот такая наша короткая очень позиция. Если у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим. По наиболю теме, пожалуйста. Абсолютно реальный. В Конституции есть разные статьи. Некоторые ссылаются на статью 85, в которой говорится, что парламент можно распустить, если он там три месяца не работает, если два раза не подтвердил правительство, если там еще что-то. Да, есть процедура. Но кроме процедуры, есть статьи в Конституции, которые имеют большую юридическую силу. Так юристы объясняют. В частности, статья 2, где говорится, что суверенитет, то есть высшая власть, принадлежит народу, и он ее осуществляет непосредственно. Вот директно. Статья 38, где говорится, что воля народа это составляет основу государственной власти, и эта воля находит свое выражение на выборах. То есть как раз то, что мы сейчас имеем. Мы предлагаем гражданам дать проект указа, и мы говорим, что если вы его поддерживаете, вы выражаете свою волю, даете нам свой наказ, и мы этот наказ реализуем. Любой юрист скажет, что это абсолютно легитимно, это более легитимно, чем вот вся эта банка, которая незаконная засела там в парламенте, если за президента проголосует 900 тысяч человек или миллион человек, он просто будет обязан выполнить вот это поручение людей. Это абсолютно законно, а этот парламент, ну то, что он незаконный, по-моему, он уже все. Механец никакой, что ли? А, рекомендуем... Нет, нет, просто лишь ли президент подписывает указ, и не уходит. Указ о распуске парламента. Говорят, что они не согласятся. Но если они не согласятся, это будет означать с их стороны государственный переворот, и они уже будут государственными преступниками, их нужно будет арестовать просто и посадить в тюрьму. Конституционный суд не признает. Конституционный суд не может самовызбудить все, а вот эти все деньги, да? Они, по-моему, не могут они, нет такой процедуры, что вот они сами по себе, кто-то должен подать запрос в Конституционный суд о признании указа незаконности. Я хочу посмотреть на того депутата парламента, который подаст такой запрос. Я думаю, если он успеет до Кишневского рапорта добежать, то ему повезет. Если позволите, я просто предложение хочу дополнить. Все граждане Молдовы должны понимать, что власть в государстве принадлежит народу. Власть. И эту власть по крайней мере должна так. Естественно, до сегодняшнего дня эта власть принадлежит одному человеку, это Плохотнику, и он сделал с этой страной все, что он хочет. В его руках находится не только парламент, не только правительство. В его руках находятся абсолютно все структуры власти, в том числе и прокуратура. То есть сегодня мы присутствуем при такой нападке со стороны Плохотнюка в адрес Рената Усатова, в адрес нашего кандидата Дмитрия Алексеевича, в адрес нашей партии. Если вы мне позволите, я все-таки скажу, у нас была позавчера пресс-конференция в офисе нашей партии в отношении вот этих нападок режима в адрес нашей партии. Сегодня Ренат Георгиевич, он является свидетелем в уголовном деле. В уголовном деле относительно погушения на Горгунтова, погушения на убийство. Это дело, в принципе, главный организатор этого уголовного преступления является Плохотнюк. Это должна знать вся страна. Почему сегодня Плохотнюк открыл на Рената Усатова еще одно уголовное дело? По числу это 22-е дело уже. Почему сегодня Рената Усатый объявлен в международной области? Да только потому, что Плохотнюк, как вся страна уже знает, у него не только арди-кур, у него уже арди и другое место. И, соответственно, он будет всяческими методами пользоваться для того, чтобы закрыть рот Ренату Георгиевичу, чтобы он, может быть, где-то не выдавал какую-то информацию. Но вся информация, которая была выдана и гражданам, и прессе, эта вся информация находится в уголовных делах. И Плохотнюк сегодня ничего не спасет. Он может возбудить против нас всех по 10 уголовных дел. Но скоро будет выдан мандат, европейский мандат на арест. И Плохотнюк, соответственно, ждет его непосредственной участь. За организацию этого синдиката киллеров, который находится во всей территории Евросоюза. И то, что вчера они внешне слуха увидели, они перепуганные были. Плохотнюк так тряслись руки, он заикался. То есть это явно было неожиданное для них самих решение сняться с выборов. И самое, мы узнаем, конечно, почему это случилось рано или поздно, на самое такое логическое объяснение, что просто американский посол, европейские послы ему сказали, или ты идешь в тюрьму, ему показали его счета на Западе, арестовываем, у тебя вот сейчас там 500 миллионов, а будет ноль завтра. Они могут в любой момент конфисковать, арестовать счета, санкции ввести. И показали ему уголовные дела. Вот показания там того же киллера Фроки, что Плохотнюк был заказчиком убийства Гарбанцова. Пожалуйста, 20 лет тюрьмы, 30 лет тюрьмы, кому-то у тебя ждет. Если ты снимаешься, он думает, может быть, мы еще там что-то будем с тобой договориться. Если нет, давай, до свидания. Я думаю, это самое такое логическое объяснение. При этом они убили, но партия все убита. Вот была такая партия, вот считайте, что уже она... Ну и давно. Да, и он жалеть не будет. Не будет. Вопросы еще есть? Можно я буквально две минуты? Я прошу прощения. Значит, ну очень плохо, что вы не представились, потому что многие не знают. Дмитрий Чуба-царков в политике человек новый. Значит, я три года выписываю, как покупаю газету «Панораму». Он является главным редактором этой газеты. Уже нет. Ну, надо в связи с выборами вы вышли. Мы знаем. Уже все. Уже все, да? Я уже зацепил. Хорошо. Ну, давайте мы начнем с того, что вы являлись. Так, 30 минут. Значит, хочу сказать, что я ее все время покупал, потому что после того я очень люблю освещение спорта в нашей республике. И после исчезновения газеты, как она у нас ушла, газета «Романевский спорткурьер», выпали практически одним из изданий, который довольно подробно освещал ситуацию в молдавском спорте. В коле есть у меня, я им подсказываю. Ребята, покупайте «Панораму», вы что-то еще почитаете. Но, покупая, с одной стороны, мы стали внимательно смотреть другие статьи, которые там публикуются. Всегда в каждом номере на целую полосу бывали ваши аналитические статьи, политические. Причем, я хочу сказать, что позиция промолдавская. У вас нет ни пророссийской, ни проевропейской. У вас промолдавская позиция, довольно гражданская. Я просто почему говорю, что я сталкивался три года, читая, анализируя. Действительно, хочу сказать, что много гражданских моментов. Дмитрий Чубашенко отказался от Ордена Республики, когда ГИМПу награждал всех Орденом Республики журналистов. Он был в числе 11 журналистов. И он отказался от высшей награды нашего государства в связи с тем, что я не могу стоять в одном ряду с преступниками, которые получают эту награду. Это довольно гражданский поступок. Только Бетлы в свое время отказывались от Ордена Республики. И еще буквально что хочу сказать, что два года назад, два или чуть больше, Зверски была убита его мать в доме. И расследование этого преступления до сих пор... Оно свернуто. Большому все просить, что я, может быть, затрагиваю вас. Вот это все плохо, что поздно вы в политике. Но мы все понимаем, что наше государство надо освобождать. Поэтому то, что вы предлагаете, надо освобождать. Считайте, что эти выборы, они уже свою задачу выполнили. Уже разоблачен вот этот миф о плохотнике, как о всесильном таком диктаторе. Он выглядит таким жалким... Вчера он выглядел жалким, потому что люди более старшего возраста помнят, 19 августа 1991 года, ГКЧП. Когда вышли эти шесть учисток, или сколько их там было, и у них вот так трясись руки, они там что-то говорят. Вот вчера луку с плохотняком напоминали ГКЧП, которое произдавалось там. То есть их просто уже добивать. Эта партия будет... Плохотнюк сдаст и свою партию. То есть он все сдаст. Ну, по четвертый раз баллотировался президент, это его вечная мечта стать президентом, вечный кандидат. Ну, не судьба, видно. Знаете, как Юрий Николин, он любил рассказывать анекдоты, если кто-то помнит. И вот такой один из обеимых анекдотов говорит, из пункта А в пункт Б выехал поезд, а из пункта Б в пункт А выехал другой поезд. Говорит, и они не встретились. Говорит, почему? Говорит, ну не судьба. Вот так с глупого. Ну не судьба ему стать президентом. Значит, у нас луку было в... Четвертый раз он идет в пункте? И... Ну, на сколько же? Когда вот в революционном в пункте выехали на пункте, нету выехал. Он тогда сказал, что он хочет быть президентом. А шелфов всегда хочет. Возле вашего стояга. Короче, что я хочу добавить. Мы следим за вашими выступлениями, по телевизору. Программа нормальная, как сказал гражданская. но все дело в том, что надо поддержать. Понимаете? Поддержать. Есть... Майя Санду. Должна Майя Санду победить. Потому что они привлекли решать за нас всегда. Пусть... Они... Я сейчас два слова. Они опять разрывают людей по внешним вот этим векторам. Есть проевропейский кандидат Майя Санду против пророссийского кандидата Игоря Додона. Или наоборот. Это неправильно. Мы против этого, чтобы вот так разрывать по этим внешним векторам. Мы должны это все остановить и заняться нашими внутренними делами. А главное дело сейчас вот поменять эту власть. Можно? Да. Как вы говорили Владимир Георгиевич, что вы следите за новостями всех партий, вашей партии. Все новости, все мы это слышим, ваши встречи. Я тоже всегда внимательно слежу. Я за всем... В этот раз я за всеми следила и за друзьями и за врагами. Вопрос у меня такой. Вот я симпатизирую и нашей партии. Вы молодая партия, к сожалению, Почему к сожалению? Потому что... Потому что нас еще не научили воровать? Нет, я скажу к сожалению, потому что я слежу за рейтингами и у вас очень низкий рейтинг. По этому поводу... Кто сказал, что низкий? Ну я просто смотрю социфросы. Я не знаю, кто сказал. Социологи говорят и выставляешь на топло. Я просто смотрю, сопоставляю и всегда задаю себе вопрос. Вот, слава богу, луку, снял свою кандидатуру, уже на одного урода меньше. Красавчик. Да. Нет, это патологический урод. Мой вопрос к вам такой. Почему бы вам сейчас перед выборами не скоперироваться с догоном? Потому что и вы промолдавский президент, и он, мне его платформа тоже по духу. и поскольку у него рейтинг выше, больше доверия наших граждан, почему бы вам не скоперироваться с ним сейчас в первом, чтобы он выиграл с первого тора, чтобы второго тора не было, чтобы не было фальсификации. Ну вот, скоперируйтесь вдвоем, если вы за нас, за народ, за Единую Молдову. А на какой основе? То есть у нас основа указ о распуске парламента. Дадон не выступает за распуск парламента. Подождите. Я вот, я слушаю всегда, я слушаю всегда Дадона, и когда ему задавал, по-моему, Павел Голя задавал ему вопрос, вы бы скоперировались с нашей партией, чтобы победить в первом торе. Он ответил так, что если бы у него был меньший рейтинг, он бы это сделал. Подожди, я очень симпатизирую, поверьте мне, я очень симпатизирую за мэра города я голосовала за Усатого. Спасибо большое. Есть такая русская поговорка на чужом горбу в рай въезжать. Вот Дадон и его партия социалистов любят въезжать в рай на горбу Рената Усатого. Когда в 2014 году сняли партию Усатого-Сыборов, кто больше всего получил мандатов за счет этого? Партия социалистов. Они до сих пор не сказали спасибо Усатому за это. Как будто это само собой разумеется, что кого-то должны снимать, а кто-то должны снимать сливки? В 2015 я отвечу. В 2015 году Усатый уступил социалистам право баллотироваться на пост примара Кишинева. Наша партия не выдвигала Усатый не пошел в Кишиневе, он пошел в Бельцину. Бельцину больше повезло. В Кишиневе социалисты проиграли. Партия Усатого могла бы взять там не меньше шансов было, чем у гречан и в Кишиневском муниципальном совете точно было бы не три советника, а сейчас 15 или 20 или больше советников. В этом году почему мы должны сниматься? Наша партия это отдельная партия, она участвует в выборах. У нас есть эта позиция указ о распуске парламента. Датон не поддерживает нашу позицию о распуске парламента. На какой платформе мы... Да, у нас много общества. Мы за хорошее отношение с Россией, мы за Молдову, мы против олигархов. Они говорят против олигархов, а мы говорим против плохотнюка. То есть у нас немного олигархов, у нас один олигарх, который захватил Молдову. И мы говорим надо убрать плохотнюка. Датон не выступает против плохотняка. Не выступает против плохотняка. Можно я дополню? Секундочку. Вы сказали, что вы свое мнение как бы где-то сделали на основании этих опросов. Да, опросы большевые. Я вам хочу сказать, что опросы заказывают тоже они. Включительно и Игорь Николаевич. Можно я скажу все-таки свою мысль? Включительно и Игорь Николаевич посредством своих каких-то общественных организаций, где есть социологи. То, что плохотнюк сегодня заказывает опросы и покупает вплоть до операторов на всей территории, это тоже есть. Вы не смотрите на опросы. Мы, когда мы уже вот у нас месяц предвыборной кампании и мы разъехали по всей стране, то есть с севера до юга мы были практически в каждом населенном пункте. Я уже не говорю про районные центры. Мы видим реакцию людей. Мы видим насколько нас люди поддерживают. И поверьте мне, это далеко не тот процент, который они рисуют в этих соцопросах. И далеко у остальных лидеров, которые вы отметили, не тот процент, которые надули в этих соцопросах. понимают. Еще важный момент. Вот предприятие, когда хотите с кем-то договариваться, вы садитесь и договариваете. Когда что-то надо. Да то он не договаривается с нами. Он ставит условия. Он не договаривается. Если он что-то хотел бы, он бы еще за полгода до выборов, он бы сел с усатым, сел бы со мной, сказал, давайте ребята обсудим, как мы здесь. Они не делают, они ходят важные, как самые сильные, и все их должны без всяких условий почему-то поддержать. Но это значит закрыть нашу партию просто. Вот не участвовать в выборах, как платформа снялась в пользу Майсанды, еще неизвестно, умрет эта платформа или не умрет. Лупу вот снялся, демпартия точно умрет. У нас есть 20 тысяч членов партии, есть сотни тысяч сторонников. Они считают, что наша партия должна сама идти на выборы со своим кандидатом. И если завтра даже Рината Усата и скажет там голосуйте за того-то или за того-то, это не значит, что вот эти 200, 300, 400 тысяч человек, они его послушаются. Это не так, как арифметика. 1 плюс 1 равно 2. Тут немножко по-другому. И еще секундочку, извините. Насчет единого кандидата. Я так пожелаю. Можно я насчет единого кандидата. Я понимаю вас. Вы говорите, почему не объединиться. Если вы помните, после массы протестов, которые состоялись в этом году, Ринат Георгиевич был первым человеком из оппозиции, который предложил давайте объединимся и на президентских выборов выдвинем одного кандидата от оппозиции. Но вот почему-то Игорь Николаевич не проконсультировался ни с кем. Он первый, не сказав никому, и партия социалистов выдвинула Игоря Николаевича как кандидата. То есть он даже не учел факт, что вот было такое предложение, и даже с партнерами по оппозиции не проконсультировался. И хотя бы по-человечески бы вышел и сказал. Спасибо вам, чтобы вы все время сказали людям о ваших целях и так далее. Давайте пожелаем партии, нашей партии, успехов. От нас не зависит то, что мы можем делать, мы делаем. Поддержим, да? Спасибо вам за уделенное время и от имени надежды, от всей нашей молодой команды, которая не была у нас, всегда мы согласны с этим. Нам не за что стыдиться, и мы делаем все так, чтобы каждому из нас было не стыдно за то, что дали другого друга. Спасибо вам огромное. Мы не про, как говорила Митрий Алексеевич, мы не про российские, не про европейские, мы не против России, не против Европы, мы за Могол.